МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предварительно наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Назначены соответствующие экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Обстоятельства гибели другого мужчины на другом пожаре тоже 28 января выясняются в Калининском районе. Пожар случился в деревне Трунова. Погиб мужчина с 62-го года рождения. Его тело нашли пожарные притушения, огня. Предварительно мужчина во время возгорания находился в доме со своей 82-летней матерью. После возгорания он помог пожилой женщине выйти из горящего дома, а потом вернулся в жилище за документами, но выбраться из огня уже не смог. Назначены пожарно-техническая и медицинская экспертизы. Причина пожара устанавливается. 29 января в кадетских классах школы номер 16 города Твери сотрудник регионального следственного комитета России, руководитель отдела кадров Евгений Суворов провел урок мужества, на котором рассказал школьникам об одном из трагических событий Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. 76 лет назад кольцо вражеских войск вокруг города на Неве было разорвано. На патриотическом занятии Евгений Суворов поделился с кадетами историческими данными о героизме и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны, о всех тяготах блокадного города, о дороге жизни, трассе, которую проложили по льду Ладожского озера. По этой трассе в город доставлялось продовольствие, боеприпасы, на обратном пути эвакуировалось гражданское население. С особым интересом и трепетом восприняли ребята фильм «Несломленный Ленинград», подготовленный в Следственном комитете России. Мать Александра Бастрыкина, Евгения Антоновна, прожила всю блокаду в Ленинграде, трудилась таночницей на оборонном предприятии, много рассказывала о волевом духе людей и взаимопомощи. И еще одна мысль, которая мне запомнилась, она говорила о том, что выжить помогала силу воли. О сотрудниках органов внутренних дел, защищавших Отечество от захватчиков, о вкладе правоохранительных органов в общее дело победы, о мужестве и героизме советских людей, дорогой ценой отстоявших Родину от захватчика, о многом говорили на этом уроке. Немало нового и интересного о своих соотечественниках узнали в этот день ребята. Но главное поняли, забывать о тех временах нельзя никогда, иначе ужас войны повторится.